Всем привет! Это Скринкасты и с вами Григорий Шевкопляс. Я представляю Академию Больших Данных Made от Mailer Group. И сегодня мы рассмотрим алгоритм AHA-карасик, который позволит нам из обычного BOR сделать автомат, который будет проверять, оправдали ли, что в нашем тексте есть матные слова или нет. Заинтересовались? Напомню, что BOR это структура данных, которая позволяет хранить множество срок в виде дерева. Если вы не знаете, что такое BOR, по ссылочке в описании посмотрите. Для вас выложу в PDF дополнительную документацию. Мы же сейчас займемся тем, что у нас уже представим, что есть BOR, но мы хотим с помощью него проверить за быстро, правда ли, что в тексте есть слова из нашего словаря. Понятно, что никто на YouTube не будет прям писать матные слова, у нас friendly content, все дела. Поэтому мы заведем словарь, в котором у нас будут какие-то слова нематные и проверим, правда ли, что они есть в тексте или нет, где текст большой. Понятно, что мы можем это сделать наивным алгоритмом за асимптотику S на T, где S суммарная длина слов в нашем словаре, а T, соответственно, это длина текста. Более того, даже если мы будем хранить наш словарь в BOR, нам все равно понадобится такая асимптотика. Благодаря алгоритму Ах Карасик мы модифицируем наш BOR так, что он будет являться автоматом, соответственно, состояние, переходы, ну вы знаете. Соответственно, мы за асимптотику пропорциональную длине текста будем кормить этот текст нашему автомату, и он нам будет, если вдруг в какой-то момент он найдет слово, он нам об этом скажет. Соответственно, мы очень сильно уменьшаем асимптотику. За счет чего мы это сделаем? Давайте немножко порисуем. Вот у нас есть BOR, в котором у нас лежат слова his, he, hers, and she. И мы сделаем такие штучки, как суффиксные ссылки. Суффиксная ссылка – это доп. информация в вершине, которая указывает нам на вершину, которая отвечает за такое префикс – слово, что он является нашим текущим суффиксом. Более подробно давайте посмотрим. Например, вот у нас есть, соответственно, вершина, которая отвечает за слово «ши». И, как мы понимаем, у нас в дереве также есть слово «хи», поэтому суффиксная ссылка из вот этой вершины вот в эту как раз будет отвечать то, что мы хотим. Также суффиксная ссылка из вот этой вершины будет указывать вот сюда. Суффиксная ссылка из вот этой вершины, например, будет указывать вот сюда и так далее. Собственно, давайте по хлопочку у нас суффиксные ссылки дорисуются. Шикарно! Благодаря этим суффиксным ссылкам и будет работать наш автомат. Так, отлично, мы построили суффиксные ссылки, давайте научимся ими пользоваться. Представим наш текст «t», это какая-то строка, и давайте сопоставим каждому символу, каждой позиции в этом тексте какую-то вершину в нашем автомате. Ну, пока что не автомате, пока что просто боре. Найдем такую, что она, во-первых, содержится в нашем боре как слово или как префикс слова, а также является наидлиннейшей. Отлично. Тогда что происходит, если мы сейчас стоим в какой-то символе, и ему соответствует какое-то состояние нашего автомата. Давайте рассмотрим на примере. Пусть у нас есть текст «shares», и, соответственно, мы стоим в позиции «e», которая соответствует позиции «e» в данном автомате. Отлично. Нам приходит символ «r», и мы понимаем, что из вот этой позиции у нас нет перехода по букве «r». Что мы можем сделать? Мы можем найти эту наидлиннейшую строку, в данном случае это строка «hi», перейти в нее по суффиксной ссылке и уже из нее перейти по символу «r». И это будет наша актуальная позиция, соответствующая букве «r». Чтобы это все быстро работало, если мы из буквы «e» уже переходили вот в эту букву «r», ну давайте запомним этот переход, что у нас есть переход из вот этой вершины по букве «r». Соответственно, план такой. Изначально у нас нет никакого автомата, но если мы вычислим новый переход, которого у нас раньше не было, мы его запомним и будем пользоваться им. Более подробно, почему это вообще работает из адекватного симптотику, я распишу в PDF. Посмотрите, пожалуйста, в описании. А мы же сейчас напишем код, чтобы понять, что несмотря на то, что все, что я говорил сейчас, звучит довольно сложно, на самом деле пишется оно элементарно. Для визуализации я буду использовать язык Python, так как, на мой взгляд, он наиболее наглядный. В силу его специфики нам понадобится вот такая функция «num», которая будет возвращать нам номер символа в латинском алфавите. Для вершины нашего бора, а в дальнейшем автомата, мы будем использовать такую структуру «vertex», которая будет хранить ID. Next – это список переходов в рамках нашего бора. IsTerminal – это флажок, который будет говорить, а правда ли, что в этой вершине заканчивается какая-то строка или нет. Также мы будем запоминать, кто у нас родитель и по какому символу мы из нашего родителя пришли. Родитель – она же предыдущая вершина в рамках бора. Что у нас появляется новое, как только мы уходим из просто бора и пытаемся идти в автомат с помощью алгоритма Хакарась? Это поле «suflink», где мы будем хранить как раз суффиксную ссылку. И добавим заодно массив «go». Это как раз вот эти переходы, которые мы потенциально будем вычислять по нашим может быть суффиксным ссылкам, может нет. Куда нам конкретно ходить по символу из данной вершины, независимо от того, есть он или нет. Как будет выглядеть наша структура «bor»? Тут у нас уже немножко в шаблончике у меня расписано. Во-первых, мы будем знать размер алфавита данного бора, так как мы понимаем, что от алфавита зависит, сколько у нас бывает переходов. Также у нас мы заведем вершину для корня и добавим ее в список вершин. Это вершина с ID-шником 0, у которой нету никаких переходов, никаких родителей и так далее. Точнее все переходы есть, но они надо. Дальше парочка вспомогательных функций, которые нам понадобятся. Это «size» и «last». Это просто размер нашего бора, сколько в нем вершин и какая вершина была добавлена последняя. Дальше магическим движением экрана функции, которые были для обычного бора, это функция добавления строки в бор и функция нахождения в боре. Опять же, если вы либо знаете, что такое бор, либо почитали упомянутый мной ранее документ, соответственно, все так и расписано. Когда мы добавляем в бор, мы идем, и если у нас такой перехода нет, мы новую вершину составляем и идем по нему. После чего не забываем пометить. Абсолютно аналогично выглядит find, за разницей лишь в том, что если у нас перехода по такому символу нету, ну, значит, строки такой в боре тоже нету. Собственно, давайте это все дело протестируем быстренько. Вот у нас есть ранее заявленный нами словарь. Это, конечно, не матные слова, как было бы весело, но что поделать. Соответственно, he, she, his и hers. Ну и алфавит у нас латинский, поэтому его размер 26. Мы заводим бор, кладем все, соответственно, туда строки из словаря. Вот. После чего, ради интереса, давайте проверим, оправдали ли, что у нас, во-первых, есть все строки из словаря, и у нас нету строки se и строки high в боре, что делает любое, соответственно, множество. Так как мы видим, у нас действительно для всех четырех строк true, и, соответственно, se и high у нас в боре не хранится. Замечательно. То есть, бор у нас есть, осталось посчитать суффиксные ссылки и переходы для того, чтобы пользоваться этим как автоматом. Для того, чтобы посчитать суффиксные ссылки и переходы, мы воспользуемся методом динамического программирования, а точнее ленивый динамик. Мы будем их вычислять ровно в тот момент, когда они нам понадобятся. Для этого мы введем функцию getLink и функции go, которые у нас, и, соответственно, будут использоваться. Собственно, начнем с функции getLink и научимся вычислять суффиксную ссылку из нашей вершины. Тут нам снова немножко придется визуализировать. Давайте посмотрим, как мы можем вычислить суффиксную ссылку. Вот у нас есть путь до нашего родителя, а дальше по символу c мы перешли в нашу текущую вершину, для которой мы пытаемся посчитать суффиксную ссылку. Как нам эту суффиксную ссылку найти? Давайте предположим, что суффиксная ссылка у родителя у нас уже посчитана и ведет в какую-то вот эту вершину. Какие у нас тогда бывают варианты? У нас бывают два варианта. Первый, у этой вершины, куда вела суффиксная ссылка родителя, либо есть переход по символу c, либо, если его нету, то мы можем перейти по следующей суффиксной ссылке и делать так до тех пор, пока мы не найдем переход по символу c. Если мы его так и не нашли и будем в корне, ну, значит суффиксная ссылка ведет в корень. Такой план. Давайте напишем. Если у нас v.suflink из none, то мы будем ее вычислять. Если нет или когда мы ее вычислим, мы ее просто берем и вернем. Так, собственно, у нас и работает ленивое динамическое программирование. Какие у нас крайние случаи могут быть при учреждении суффиксной ссылки? Ну, во-первых, если у нас v это не что иное, как корень нашего бора, то тогда суффиксную ссылку как бы она и будет вести в корень. Также, если на самом деле v parent это корень дерева, то не поверите, но получается, что тоже у нас суффиксная ссылка ведет в корень. Так и напишем. В таком случае у нас, соответственно, суффиксная ссылка v это selfroot. Так, отлично. В случае же, если у нас случай не крайний, как бы это логично не звучало, мы воспользуемся тем, что мы только что с вами рисовали. Но мы не знаем, есть ли у нас переход из вершины, которая является суффиксной ссылкой родителя по символу, по которому мы приходили в нас, или нет. Для этого мы возьмем и воспользуемся еще не написанной функцией go, которая как раз перейдет по этому символу, независимо от того, есть он или нет. Собственно, что мы делаем? Наша суффиксная ссылка — это переход из get, собственно, self, get link от родителя. Опять же, если он есть, то он есть, если его нету, то мы его таким образом вычислим. И, собственно, по символу, который является нашим предыдущим, как мы попали из родителя в нас, таким образом мы взяли и с помощью взаимной рекурсии вычисли нашу суффиксную ссылку. Собственно, теперь нам нужно написать функцию go, которую мы уже используем, но она у нас вообще-то не написана. Собственно, делать мы его будем также с помощью ленивого динамического программирования. Я напоминаю, что у нас был массив go в каждой вершине, который как раз отвечает за эти переходы. Соответственно, если оно у нас уже посчитано, то тогда, соответственно, нам его считать не надо. Поэтому, если оно у нас не посчитано, мы что-то будем делать, и в любом случае мы будем брать и возвращать это значение. Обращаю ваше внимание, что в любом случае нам нужно здесь сделать нам от c, потому что c — это символ, а нам — это как раз наша функция, которая возвращает номер этого символа в латинском алфавите. Окей, как же мы будем вычислять этот переход? Тут у нас есть три случая. Случай номер один. Если у нас v next по вот этому символу нам c не пусто, то есть у нас есть переход по ребру бора, собственно, тогда он и есть наш переход. Давайте им воспользуемся. Скажем, что v go от нам от c — это и будет v next от нам от c. Случай номер два. Он у нас вырожденный. Это если у нас перехода по бору нету, но и при этом мы находимся сейчас в корне. Соответственно, нам подниматься по суффиксным ссылкам особо некуда. Поэтому если v равно self-root, то и переход у нас будет по этому символу нам c тоже в корень. Ну и третий случай. Потребует у нас использование суффиксной ссылки. Мы стоим не в корне, и при этом мы хотим перейти из нас. Что нам тогда нужно сделать? Давайте перейдем по суффиксной ссылке и оттуда попробуем перейти по нашему символу c. Может быть, оттуда у нас получится. Собственно, что мы делаем? Мы говорим, что v go нам c. Это, соответственно, self-go из self-get link, но в данном случае уже из нас. По символу c. Так, забыл двоеточие. Как-то так. Давайте проверять. Для того, чтобы это проверить, нам надо этим как-то воспользоваться. Давайте в нашем основном тексте. Прошу обратить внимание, что ничего другого мы менять не будем, потому что bor у нас все еще функционирует как bor. Мы заведем контекст. Давайте это будет что-то от балды написанное. Так, сейчас давайте как-нибудь вот так вот. И вот мы так аккуратно здесь получим подстроку хи, которую мы как раз захотим найти. Что мы, соответственно, сделаем? Ну, соответственно, давайте скажем, что мы в данном... Изначально мы стоим в пустом префиксе. Он будет соответствовать у нас нашему borу в позиции, соответственно, его корня. Соответственно, t root. И, собственно, от этого мы пойдем по всем символам текста. Соответственно, что мы будем делать? For e in range. len от нашего текста. Мы делаем следующее. Мы берем и говорим, что v равно t.go из вершины v по символу текст it. Что мы дальше хотим проверить? Что если мы попадаем в какую-то терминальную вершину, то значит мы попали в позицию, где у нас заканчивается слово из нашего словаря? Собственно, если v из терминал, то тогда что? Ну, давайте выведем, во-первых, эту позицию ради интереса. print i. После чего, не знаю. Давайте выведем, так как мы ищем на славом деле слово he. Давайте выведем под строку текст от i-3, например, до i плюс 1. И посмотрим, что будет. Поехали. Бабах. Отлично. У нас есть два вхождения he. Первое заканчивается в 14-й позиции, второе в 17-й. Давайте посмотрим. Соответственно, действительно, вот оно у нас. Jhe he. Да, какой-то. И вот у нас есть еще Ehe he. Таким образом, давайте подведем итоги. У нас был обычный бор. Мы применили алгоритм Ахкарасик. И благодаря нему получили автомат. С помощью этого автомата мы умеем проверять за линейное относительно размера текста время. Оправда ли, что в тексте содержится хотя бы одно слово из нашего словаря. Для того, чтобы находить все вхождения строк из словаря в текст, этот алгоритм можно еще модифицировать, но сегодня мы это обсуждать не будем. Данным решением мы все вхождения искать не можем, потому что, например, если бы у нас заканчивалась строка ши, нам нужно было бы переходить по суффиксным ссылкам, чтобы понять, что у нас в этой же позиции заканчивается еще строка хи. Мы этим не занимались, поэтому в данном случае нам повезло, что мы нашли два вхождения. На самом деле все вхождения мы так не найдем. Не обольщайтесь. С вами были скринкасты Игорь Горьев-Шевкопляс. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Обязательно пишите вопросы в комментарии. Я обязательно их прочитаю. Пишите, что вам понравился костюм. Что, я зря в нем, что ли, сидел? Всем пока. Скринкасты